Из плода овощной продукции только яблоки, а вот мясо молочное в большом многообразии. Причем отбоя от покупателей на таких встречах нет. Возможно потому, что все стоящие за прилавками зазывают попробовать именно свой товар. Свои у нас вообще нет. Вы можете попробовать колбасу и посмотрите, попробуйте. У нас свой цех, свои коптили. Коптят у нас дровами, чем другим. Покупателям такие мероприятия на площадке больших торговых центров очень нравятся. Это очередная возможность попробовать то, что лежит на витрине под красивой оберткой. Неплохая. За эти деньги можно брать. Кстати, снять пробу смогли не только покупатели. Впечатлила мясная продукция и начальника областного управления торговли. Это несколько новая форма для Орла, когда бесплатно на территории большого торгового центра предоставляются места для торговли товаропроизводителем. Товаропроизводители не платят за эти места и, естественно, продают без магазинов на цену свои товары. Выбор огромный. А вот зампред правительства Орловской области Дмитрий Бутусов традиционно покупает на подобных ярмарках молоко. Двое маленьких детей, которые любят очень молоко. Поэтому козье молоко, как известно, оно обладает особенно свойственными и качествами. Для руководства торгового центра, на чьей площадке проходил день товаропроизводителя, важно было заполучить на свои прилавки продукты из местного сырья, цена которых соответствует качеству. А вот студия, я смотрю, оригинально так сделана, смотрится очень интересно. Такие ярмарки, отметил Дмитрий Бутусов, повод вывести Орловских сельхозтоваропроизводителей на новый рынок сбыта. Конкретно по Москве это результат вот такой вот ярмарки. Когда мы привезли делегацию с департамента торговли услуг города Москвы, они посмотрели и буквально в течение недели с ними выстроили отношения через своих предпринимателей. Правда, и к этой ярмарке на площадке торгового центра претензии были. Одна из весомых – отсутствие табличек с информацией о товаропроизводителях. Уже к следующей ярмарке недочет пообещали исправить. Виктория Юрькова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова